Приветствую вас, Ксения. Я хотел бы ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете, и разобраться с ним. Итак, меня беспокоит проблема коммуникации с людьми. Но если мы говорим здесь про общение, то я бы сказал, что как ни сложно. Догадаться, как не трудно догадаться. Общение проистекает от слова общий. Общий. То есть у вас должно быть что-то общее с людьми, с которыми вы общаетесь. И взаимодействует. Если общего нет, то и контакта тоже нет. Соответственно, чем сильнее вы вкладываете ресурсы в то, чем занимаетесь, что вообще, чем, что может быть между вами и людьми, тем больше есть вероятность, что это будет привлекать людей. Вы, ваше окружение. Дальше. Идём. Я, как и каждый человек, пишите вы, тянут к общению, но часто направляю инициативу в знакомстве и в диалогах, особенно с парнями. Смотрите. Здесь у вас, я вот не знаю, сколько вам лет, вы не написали свой возраст, но здесь у вас есть сразу несколько таких интересных моментов. Вы говорите, я, как и каждый человек, тянете в общение. Почему вы считаете, что вот вы, как и каждый человек, тянете в общение? То есть здесь чувствуется, знаете, какая-то готовность к борьбе, что ли. Вы понимаете. Я, конечно, не уверен, что это так. Вот. Но, тем не менее, выглядит, выглядит, выглядит это так. Такое ощущение, что вы пытаетесь себя оправдать, как будто. Вот. Как будто вы пытаетесь себя оправдать. Дальше. Значит, я тянут к общению. Хорошо. А что это за тяга к общению? Чего хочется. Получить обратную связь. Получить признание. Получить одобрение. Что? Чего хочется. Чего хочется. Это очень важный момент. Как мне кажется. Дальше. Вы говорите. Значит, проявляю инициативу знакомств. Не часто, но проявляю инициативу знакомств и диалогах, особенно с парнем. Ну, здесь, я думаю, все довольно очевидно будет в контексте моего комментария, потому что, почему не часто, да? То есть, ну, не знаю, вас это характеризует как-то. Что, вот, не часто вы проявляете инициативу. Вам сложно это делать. У вас это получается, как-то, не знаю, неестественно, что вы не часто проявляете инициативу в контакте, в диалоге знакомства с человеком. Вот. Тут надо сказать. Ситуация тоже не совсем ясна. Почему особенно с парнями? Ведь если мы говорим про про коммуникацию с людьми, а не построение личных отношений. Вещь эта немножко разная. Ага. Ну. Я не уверен, что вы разграничиваете это. То есть, я не уверен, что вы можете отделить одно от другого. Потому что парней вы, как бы, получается, выделяете, но инициативу проявляете не часто. Здесь уже есть несколько аспектов, на которые нужно обратить внимание. Как мне кажется. Первый аспект – это не часто. То есть, я хочу чаще или я хочу реже или меня устраивать. Второй, почему я выделяю именно парней. Вот. То есть, понимаете, наличие общего между вами и, допустим, мужчиной никак не связано с тем, что он мужчина. И то, что вам мужчина может понравиться, никак не связано с тем, что у вас общего. И иногда бывает так, что на симпатии, на этой симпатии, может появиться что-то общее. Но чаще нет, чем да. Чаще такие отношения достаточно поверхностные, к сожалению. Дальше. Как-то выходит так, что если я не сделаю шаг первый, то люди от места не сдвинутся. Здесь я могу сказать, как мне видится, что вы камнем прескновения здесь делаете людей. То есть, не общее то, что вы делаете, а людей. Не предмет вашего взаимодействия. А именно самих людей. То есть, не столько важно то, что вы делаете, сколько люди. И когда человек понимает это, а это довольно чувствуется, что он находится в центре внимания, а не в деятельности, то, естественно, понимая свою значимость, человек начинает вести себя пассивно. Потому что ощущает свою ценность. Дальше. С одной стороны, я не люблю навязывать. И сразу укажу при первых стенах того, что я скучился к собеседнику или больше не о чем с ним разговаривать. Точек собеседнику больше нет. Ну, я бы сказал, что навязывание, это вот ощущение навязывания, да, это проявление такой активности, которая вам самая неинтересная, как правило. А еще навязывание связано с тем, на мой взгляд, что у человека занижена фанатинка и страх отвержения. Когда занижена фанатинка, то больше присматриваешься к оценке других людей, больше волнует этот момент. То есть, понимаете, да? Навязывание и вообще идея навязывания, она в том, что та активность, которую я к тебе проявляю, она как бы не спонтанна, не искренняя, она больше направлена на тебя. И как бы предметом она предполагает тебя, а не предмет той активности, которую я как бы, ну, реализовываю. То есть, иными словами, если человек рассказывает, если я рассказываю вам про фильм какой-нибудь, то я рассказываю вам, как он мне понравился или не понравился. Но не с целью какую-то реакцию от вас получить, а с целью передать вам свои переживания, оставив на ваше усмотрение реакцию на них. Для этого нужно позволять себе эти самые переживания иметь. Делиться с человеком именно тем, что волнует вас. Абсолютно не волнуется о том, понравится ему это или нет. Ведь это живое и настоящее. Естественно, в разумных пределах, без перегибов, в откровенно, там, какие-то моменты неприемлемые. Дальше. С другой, я принимала попытки заинтересовать человека предложить что-нибудь эдакто. Ну, и вы понимаете, мне не хватило, стало быть развлекаловкой инициатором. И опять же, здесь та же самая история. Человек становится в главу угла. Не то, что вас объединяет, а человек. Так. Осталось, как есть у меня и так. Осталось, создавалось небольшой круг общения. Из этого круга очень многие люди перестали с нами общаться сами. Всё-таки, что-то того, что в моей группе буквально остался один человек, который всякая распознательная и сильно разочаровался в людях и других. Здесь больше про ожидания. Про то, чего вы ждёте от людей. И про, наверное, важную потребность опережки. Опереться на людей. То есть, вам хочется опереться на людей. И у вас есть какие-то ожидания. Вот. Которые характеризуют вас. Дальше. Эти ожидания желательно раскрыть и понять, что за ними стоит. Какие установки. С одной стороны, хочется, чтобы здесь душевный сборок круга по интересу, хотя бы на полгода-год. С другой, я чисто морально и физически не готова давать свои ресурсы на одноразовое знакомство и общение. Потому что, опять же, нет такого ощущения у вас интересов. То есть, вы не горите ничем, не интересуетесь чем-то. По поводу чего? Людям бы с вами общаться. Так. Из-за этого неудовлетворения потребностей вообще не дошедших к какому-то монадомонасскому образованию. По поводу загонов стоят дефектно. Я думаю, честно говоря, что вы всегда о себе так думали. Я думаю, что у вас подозрение на то, что вы какая-то не такая были, и дружба, и люди должны были это исправить. Собственно, на мой взгляд, эта мотивация является одной из ключевых, толкающих вас на инициативу. Толкающих вас на то, чтобы ставить человека выше, например, своих интересов, человека выше, своих увлечений, предмет деятельности ниже человека и так далее. То есть очень быстро, благодаря этому, вы, по сути, вручаете образы правления вами, другому человеку. И чувствуете себя, конечно же, не свободно. Ну, по-другому, вряд ли бы здесь можно было бы как-то сделать. Дальше. Это в моей голове и жизни. Благодаря вам получится от меня. Это будет большой наградой. Да, Ксения, конечно. Но это психотерапевт, в первую очередь. Это методичная и последовательная деятельность по исследованию себя. Вот. Не анализу. Вот. Понимаете? Какая штука. Вот. Такой у меня будет вам ответ. Такая вот у меня будет вам обратная связь. Мне кажется, что вот этот человек, который готов всегда с вами поболтать. Он, почему-то вам его мало, что говорит о том, что вы пытаетесь себя как-то описать с посредством других людей, что вот если у меня там больше одного, то самое все ок, если меньше одного, то самое что-то не ок. А если этот один человек будет давать вам обратную связь. Такую. На вашу активность. Чтобы вы лучше себя узнавали. Если вы будете замечать то, что с вами происходит во время этого контакта, то вам и этого общения будет достаточно более чем. Но при желании вы сможете общаться с кем угодно. Момент здесь в том, чтобы вы были свободны, чтобы вы были сами с собой, а не думали о том, что вот я навязываюсь или не навязываюсь, или буду ли я жертвовать собой, или развлекать человека и так далее. Понимаете? Понимаете? Общение то, что приносит удовольствие двум людям, ну или трем, или сколько-нибудь. Понимаете? А получается так, что... Ах... Вот как это вы транслируете мысль? Что общение со мной должно приносить удовольствие другому человеку, но не мне. Я делаю десятое. Главное, чтобы ему хорошо было. А если ему не нравится то, что я ему даю, я ухожу. Ну... Согласитесь, здесь чего-то не хватает. А не хватает здесь интереса. Любопытства. К тому, что вы делаете. Любопытства к себе. Когда хочется просто... Поделиться чем-то с другим. Подсказать, во, в случае со мной вот это вот сейчас происходит, вот это сейчас происходит. Вот. И всё. И не важно, как отреагирует другой человек. Он отреагирует как угодно. Но, как бы он не отреагировал, это будет обратная связь. Любая обратная связь может помочь вам лучше узнать себя и другого. И решить, что вы с этим будете делать. Вот. Знаете, какая штука. Вот. Такой вот момент. Как мне кажется, вы себя не чувствуете в полном мире. Вот. Вы себя пытаетесь контролировать. Что, естественно, получается не очень хорошо, что нормально. Вот. Ну, это, в принципе, создаёт, знаете, такую искусственность в общении. И почему люди с вами общаться перестают. Грубо говоря, вы пытаетесь казаться. А, нибудь. Ну, конечно, это решается. Да. Поэтому вам нужно поисследовать, а какая же вы. И научиться показывать это людям. Ровно настолько, насколько вам комфортно. И принимая ответственность за то, что вы делаете. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это подходит началом вашей работы над собой.